Ну что же, приступим. Несколько слов об этой дисциплине, миссиология, научное изучение миссий. Ведь я думаю, что вам очень важно понимать, ну хоть сколько-то, каким образом миссиологи подходят ко всем этим вопросам. Для того, чтобы вы могли понять мою точку зрения и почему мы вот так рассматриваем вопросы в таком виде. Что такое миссиология? Хочу привести вам простое определение. Кстати говоря, я опубликую эти пауэрпойнты позже в Мудле, так что вы там сможете их найти, если есть диаграмма или что-то, что вы не успели сейчас сфотографировать, перенести в свой компьютер. Вы сможете потом из Мудла все взять. Пока простое определение. Миссиология — это научное изучение богословия, истории и практической части того, как церковь исполняет свое призвание в мире. Помните, мы говорили о миссии как о единственном числе, о миссии всей церкви. Дальше. Особое внимание уделяется передаче, установлению и развитию христианской веры в разных странах и в разных культурах. Именно здесь мы говорим о более таком кросс-культурном понимании миссии, более традиционном понимании миссии. Сегодня, кстати говоря, есть определенные люди, как Джордж Хансбергер или Даррел Гудер, Крэг Ван Гелдер, которые говорят, мы миссиологи, но они никогда не были в других странах, они никогда не служили в других странах, в других языках, они никогда не ездили к недостигнутым народам, но они все равно называют себя миссиологами, потому что они говорят о миссионерском призвании церкви, где бы она ни находилась. Так что вот это вот такая первая часть нашего определения. Церковь Божия миссионерская, даже там, где она находится. Но дальше. Есть определенные проблемы о проповеди Евангелия в разных странах, в разных культурах. Основание церквей, того, как эти церкви будут выглядеть в других культурах, как доносить Евангелие эффективно в других культурах, как заниматься ученичеством в других культурах, как подходить к местным проблемам, например, бедность, безработица, проблема. Образование и так далее. И это совершенно-таки особенные вызовы. Мы, может быть, очень хорошо умеем нести служение в нашей стране, в нашей культуре, но как только мы начинаем приезжать в другие страны, мы начинаем видеть, что некоторые вещи, которые мы считали самостоятельно очевидным у себя дома, в других местах просто не работают. Так что миссиология, конечно, прежде всего занимается исторически этими кросс-культурными аспектами миссии. Ну, например, у нас здесь есть магистрская программа межкультурной коммуникации. Мы здесь говорим в этой программе о межкультурных аспектах миссии, также и в докторской программе про миссию. Вот это обычный смысл этой фразы. То есть, когда мы говорим о распространении христианской веры, конечно, это не только про экономическое развитие, а это про то, как Евангелие распространяется, как Церковь распространяется, как выражается наша вера. Так что есть разные дисциплины, которые нам с вами понадобятся для того, чтобы понять вот эту задачу и вот эту проблематику. Эскобар в своей книге во вводной главе, которую вы должны были на сегодня прочитать, описывает это так. Он говорит, миссиология – это междисциплинарный подход к изучению миссионерской деятельности. Междисциплинарный подход к пониманию или изучению миссионерской деятельности. То есть, мы с вами говорим не только о миссионерской деятельности в Библии с богословской точки зрения, не только с точки зрения культурных вопросов, но мы будем привлекать самые разные дисциплины для того, чтобы в конце концов понять и стать более эффективными в нашем миссионерском призвании. Традиционно, эти дисциплины, конечно, прежде всего были богословскими, то есть, что мы узнаем из Библии, о том, что нам нужно сделать, какова цель миссии, каковы миссионерские примеры для нас, как учиться из деяния апостолов, распространять Евангелие, какие вызовы преодолевали, какие проблемы решали ранние церкви, которые появлялись в Новом Завете, в языческих культурах, в которых очень было мало еврейского влияния, если оно вообще было. То есть, тут большой богословский вопрос работы с этими проблемами, решения этих проблем. Дальше, история и демографика. Какие уроки мы узнаем из истории? Как Евангелие развивалось? Какие ошибки совершались ранее, когда миссионеры отправлялись в другие страны? А ошибок мы наделали немало, поверьте мне. Я думаю, что вы знаете эту старую фразу, если не можешь научиться из истории, то ты повторяешь ошибки предков. Так, собственно, и происходит, не только в церкви на Западе, кстати говоря. Кстати, вот эта тема западной культуры, не западная культура, эта терминология достаточно проблематична, я это понимаю. Европейские культуры и культуры, которые пошли от европейских, то есть, соответственно, Северная Америка здесь также в это включается, до последнего времени включалась, сейчас это, конечно, меняется, но ведь мы имеем европейскую интеллектуальную историю. Конечно, Австралия также была под влиянием западной интеллектуальной традиции, поэтому, когда я говорю о незападных культурах, я имею в виду Африку, Азию, Латинскую Америку, в которых меньше влияние западной интеллектуальной традиции и западной интеллектуальной культуры. Я понимаю, что эти различия на самом деле все более и более смягчаются и даже снимаются, но я все-таки буду использовать такие термины для ясности. Итак, чему нам можно научиться и нужно научиться из истории? Мы какие-то вещи, на самом деле, поняли из XIX века, из миссионерского движения XIX века. Что-то мы делали неправильно. Сегодня Церковь Латинской Америки, Азии, Африки, эта Церковь посылает миссионеров, и они повторяют сегодня многие ошибки, которые мы совершали сто лет назад. Так что нам нужно снова и снова учиться и понимать, как Бог действовал исторически. Ну, и я также считаю, что Бог прославляется, когда мы видим Его действия вопреки нашим ошибкам. Дальше. Демография. Мы должны рассмотреть современное состояние Церкви, современное состояние религии в мире, распространение Евангелия и христианства сегодня, тренды, тенденции. Все это нужно, необходимо. Также социология. Давайте разберемся со социологией и даже более широко с общественными дисциплинами. Какие общественные дисциплины помогут нам понять миссионерское призвание и деятельность Церкви? Какие социальные науки, общественные науки нам помогут? Это несложный вопрос. Антропология, да, совершенно очевидно, изучение человеческой культуры. И антропология, на самом деле, или культурология, культурная антропология изучает систематику культур, и систему культур, как они сочетаются вместе. Какие другие общественные науки нам помогут? Экономика? Экономика, конечно. А почему экономика может быть полезной? Чтобы понять, как культура действует в ее экономических системах, чтобы лучше достичь этой культуры, чтобы понять, как эта культура отличается от других культур, в частности, от той страны, из которой приехал миссионер. Да, конечно. И особенно, если мы с вами хотим увидеть экономическое развитие, естественно, мы с вами говорим о экономических системах. Если мы, например, говорим о том, как смягчить несправедливость, есть ли какая-то системная несправедливость в этом обществе, из-за которой определенные люди подвергаются дискриминации? Или бедность? Какая экономическая динамика действует? И почему возникает эта бедность? Мы думаем, например, сейчас о Чикаго, о нашем районе, есть этнические меньшинства, и есть разные причины, по которым бедные остаются бедными, разбитые семьи порождают новые разбитые семьи. Почему так трудно вырваться из этих циклов бедности? И как другие социальные факторы с этим соотносятся? То есть для того, чтобы разбираться с этой несправедливостью, надо понимать динамику ее образования, динамику ее проявления. Так что там нам нужна экспертная оценка, экспертный подход. Какие еще общественные науки? Образование, педагогика. Зачем педагогика? Педагогика, ну, всякий раз, когда мы учимся, мы должны понимать педагогическую систему, когда мы преподаем так же. Потому что нам нужно понять, как ведут себя люди, как они зарабатывают на жизнь, какое у них будет будущее, каково у них образование. Значит, нам нужно понимать образовательную систему, того общества, с которым мы работаем, потому что от этого очень многое зависит. Да, некоторые организаторы, такие как Уиклифф, библейские переводчики Уиклифф, считают, что их главная задача – это перевод Библии, но они сейчас все больше занимаются продвижением грамотности. Потому что какой смысл переводить Библию, если люди читать не умеют? То есть мы подходим к грамотности, ликвидации неграмотности с самого раннего уровня, с самого начального уровня. Дальше нам нужно задуматься о том, как доносить информацию, скажем, образовательную информацию. Мы, например, поняли, что во многих культурах не работают такие традиционные семинарии, как наша. Люди не могут переехать, это очень дорого, люди не могут уехать из их естественной среды. Так что нам нужны более такие современные подходы, дистанционное образование, образование через интернет и другие подходы, которые помогают нам растить новых лидеров. Так что здесь, конечно, педагогика чрезвычайно важна и понимание образования. Другие идеи по поводу других общественных наук. Психология. Психология та, каким образом она важна? Почему она важна? Потому что она важна для того, чтобы понять законы нашего поведения, законы нашего мышления, как люди воспринимают, как люди себя ведут. Да, процессы принятия решения. У нас есть курс здесь в нашей семинарии о культурных аспектах консультирования, о том, как помогать людям прорабатывать различные проблемы личной жизни и о том, как в этом затрагивается наша культура, как в этом участвует наша культура. Так что здесь очень важен весь этот мир психологии. Как люди думают, как люди себя ведут. А как начать лингвистики? Мы с вами говорили о переводах Библии. То есть понимание того, как работает язык, как действует язык. Теория коммуникации. Да, вот не просто перевести Библию, но понимать, как доносить концепции через культурные границы. Еще одна книга, которую я написал, недавно переведена на китайский язык. Это книга по основанию церквей. И переводчикам понадобилось много времени, чтобы это перевести, потому что большая часть этой теминологии не существует на обычном китайском языке. Так что им приходилось новые термины придумывать. Но им приходилось продумывать, как на естественном китайском языке донести эти концепции. Так что теория коммуникации – чрезвычайно важная вещь. Дальше. Религиоведение – это чрезвычайно важная вещь. Ранние миссионеры, которые приезжали в другие народы, понимали, что, ой, оказывается, у этих людей есть другие верования. Как теперь объяснить, кто такой Бог? Если вы, например, отравляетесь в индуистскую культуру, как назвать Бога? Что же, использовать их слово «брахман», брахман, который, в общем, ассоциируется с мировым духом, с чем-то не личностным? А дальше какие альтернативы другие? Малые боги, божества… Не-не-не-не, у нас не божество, у нас не малый Бог, у нас Бог Вселенной. Хорошо, но как его называть? Та же самая история, например, в Монголии. Как использовать… Как называть Бога? Как использовать имя Бога? Буддистское слово использовать или какое-то заимствованное иностранное слово? Это действительно большие вопросы. Нужно понимать мировоззрение людей, нужно понимать теорию коммуникации, нужно понимать религиозные системы этих людей. Так что недостаточно просто изучать Библию. Вы не сможете таким образом ответить на эти вопросы. Иногда нам говорят о том, что, ну, вот просто проповедуй Евангелие, а все остальное само на место. Он просто встанет. Что значит просто проповедовать Евангелие? Вот я спрещу вас спрошу. Если мы пытаемся просто понять, как перевести слово Бог, нам нужно принять это решение еще до того, как мы начнем с вами проповедовать Евангелие. Не так ли? Вот кажется, что все красиво. Да, просто проповедовать Евангелие. Да, просто учить Библию. Но даже эти базовые концепции как-то должны учитывать культуру, в которой мы проповедуем. Итак, общественные дисциплины. Общественные науки здесь, конечно, очень важны. Важны также социология, как мы уже говорили, как часть общественных наук, и другие также. Дальше. Каковы соотношения между богословием, исследованием и практикой? Потому что мы с вами будем говорить о некоторых темах, и нам нужно будет разобраться. Мы сказали, что это междисциплинарные связи. А как эти связи устроены? Как взаимодействуют эти дисциплины? Есть люди, которые боятся общественных наук. Так почему же порою богословы скептически относятся к общественным наукам и Евангелию? Откуда этот скепсис? Может, вы никогда не видели этот скепсис, но я просто думаю то, о чем вы уже сказали. Просто проповедуйте Евангелие, просто обращайтесь к Библии. Так же, как в душепопечительстве есть христианское консультирование и другие консультирования. Но некоторые говорят, что просто нужно использовать Библию и найти какой грех в жизни человека. Но, с другой стороны, социология, например, говорят о когнитивных проблемах, эмоциональных проблемах, психологии. Так что у богословов я понимаю, что примерно то же самое. Они говорят, а вдруг мы уйдем от Библии, а вдруг мы уйдем от истины для того, чтобы говорить вокруг да около. Да, общественные науки часто работают в идеологических рамках. Ну, например, мы говорим о Фрейде. Да, у Фрейда есть немало идеологий. Так что боятся люди того, что если мы придем к общественным наукам, то это будет как троянский конь. Мы привнесем нашу проповедь в нехристианскую идеологию. Но при этом, да, конечно, нужно внимательно быть к тому, как мы используем общественные науки. Но если мы будем притворяться, что мы этого вообще не делаем, то придем к некоему дефункту. Да, мы начинаем с Библии, начинаем с богословия. Затем мы исследования ведем. Мы говорим, что я буду заниматься вместе в этой деревне, в этом районе. Значит, нужно изучить язык, изучить общественную систему, понять взаимоотношения людей, понять их верование и так далее. И затем в результате этого у нас появится определенная стратегия. Мы поймем, как работает их культура, как она устроена, как в этой культуре коммуницировать. И дальше мы будем внедрять эту стратегию в конкретный практик, в конкретную деятельность, скажем, как, наверное, конкретный подход к благовестию. Например, как благовестствовать мусульманам. А это смотря каким мусульманам. Потому что мусульманы бывают разные. Потому что культурные контексты бывают разные. И мусульманское благовестие в связи с этим все это, конечно, должно учитывать. Так что у нас есть определенная стратегия таким образом. И мы пытаемся внедрить эту стратегию. А дальше мы понимаем, что эта стратегия все равно не работает. И мы начинаем задаваться вопросом, почему она не работает. И мы переоцениваем эту стратегию на библейской основе, с библейской точки зрения. И у нас получается что-то вроде цикла. И я надеюсь, что этот цикл будет продолжаться на протяжении всей нашей миссионерской работы, всей нашей миссионерской деятельности. Мы постоянно учимся, мы постоянно оцениваем то, что мы делаем на основе Священного Писания. Мы постоянно узнаем о тех народах, о том контексте, в котором живут эти люди, о вызовах, с которыми они сталкиваются. Мы постоянно переоцениваем наш миссионерский практик. Мы думаем о том, как принести Божие исцеление в ту или иную ситуацию, как лучше всего донести Божие цели и так далее, и так далее. И, конечно, все это должно взаимодействовать друг с другом. Все эти дисциплины должны взаимодействовать друг с другом. Необходимо учиться из прошлого. Ну, например, были ли случаи, а не были в Средней Азии, покаяние через меч, когда насильно людей заставляли каяться, насильно людей заставляли креститься. Но, смотрите, если есть культура, которая видит крещение как признак насильного покаяния, то тут нужно быть очень осторожным. Я был в Боснии после гражданской войны в Боснии в конце 90-х годов. Я слышал истории разных людей, разных национальностей. Помните, что там были и католики, и были хорваты, мусульмане боснийцы, были также сербы православные. И вот когда сербы бомбили город мусульманский, они также ставили на той же горе свой крест. И вот мусульмане понимали, что их бомбят христиане с крестом. И, понимаете, в этом контексте я уже не хочу использовать крест как мой христианский символ. То есть здесь есть определенная история. И есть смысл знать эту историю. Так что есть смысл как-то вести этот процесс дальше. И мы с вами будем разбираться с этими разными дисциплинами, использовать их. Хорошо? ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект «Молитва и финансы». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com. Ну, дальше мы с вами будем говорить о миссионерской деятельности, миссионерском практике. Мы говорим, у Бога есть своя миссия, а церковь должна участвовать в Божьей миссии. И это хорошо, но это будет проявляться в разных ситуациях. И сразу возникнет вопрос про ученичество, про наставничество, благовестие, которое приводит к насаждению церквей, к возрастанию церквей. И дальше нам нужно говорить о развитии лидеров, местных лидеров, местных руководителей, которые могут руководить этими церквями, развитие церкви, церковной общины, но также и развитие людей в целом. Это повышение образовательного уровня, культурного уровня, экономического уровня, чтобы люди могли решать свои проблемы. Во многих семьях это, например, домашнее насилие у многих людей. Что значит Евангелие для нашего общества? Мы должны соответствовать Божьему идеалу. А как это выражается? Милосердие, сострадание, благотворительность. Как нам заботиться об обделенных? Как нам заботиться об инвалидах? Как нам заботиться о людей с определенными ограничениями? Как нам решать системные проблемы несправедливости? Дальше, мобилизация для миссии. И тут обо многом можно поговорить на самом деле. И все это, так или иначе, входит в этот большой процесс того, как Бог приносит свое исцеление и восстановление в падший мир. Понятно, да? Вот это такой обзор тех концепций, о которых мы говорим, рассуждая о миссии церкви. Так что я надеюсь, что кое-что вы здесь услышали для себя особое, когда вы скажете, вот, для меня это важно. Важно, на самом деле, насколько огромна та задача, к которой нас, своих людей, призвал Бог. Мы не должны тут размениваться по мелочам. Наша миссия гораздо в большем, чем просто привести людей в небеса. Многие церкви воспринимают миссию именно так, привести людей в небеса и все. На самом деле, миссия наша больше. Она начинается с этого, но она больше. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.